Нынешняя система гособороны себя исчерпала, поэтому уже со следующего года Минобороны намерена возродить в Латвии обязательную службу. 11 месяцев, 5 дней в неделю. Есть и другие варианты. Все подробности у Виктории Пушкила. Сегодняшняя система контрактной службы себя исчерпала. Сегодня на пресс-конференции заявил министр обороны Артис Пабрикс. Поэтому министерство готовится ввести в Латвии всеобщую службу государственной обороны. По задумке Минобороны переход к обязательной службе будет постепенным в течение пяти лет. Первый этап, когда заявки смогут подать добровольцы, начнется с 1 января следующего года. Чтобы поступить на службу, мужчина должен быть в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут подать заявку добровольно. Наша цель за пять лет увеличить как минимум вдвое число военно подготовленных граждан Латвии. Через пять лет мы бы хотели, но это такая оптимистичная цель, 40-50 тысяч человек готовых к кризисным ситуациям. Призыв планируется проводить дважды в год. 1 января и 1 июля. На срок 11 месяцев. С увольнительной на месяц и с возможностью ездить домой на выходные. Призывникам будут выплачивать компенсацию в 400 евро на повседневные расходы. Им обеспечат питание и проживание в казармах. На выбор у призывников будет четыре возможности пройти службу. Это служба в гособороне, ЗМСАРЗе, курс командира взвода и альтернативная служба. Если человек не хочет служить в гособороне, он может вступить в ЗМСАРЗе и пять лет подряд каждый год тренироваться по три недели. В таком случае эта гособорона к нему не будет относиться. Также, если этот человек поступит в университет, мы надеемся договориться с высшими школами, что там можно будет пройти курс командира взвода. Также министр отметил, что пока точно не знает, какие санкции будут применяться к тем мужчинам призывного возраста, которые будут отклоняться от службы. Возможно, это будет запрет выезжать из страны, допустил Артис Пабрикс. Отметим эту задумку. Минобороны еще должно утвердить правительство и СЭМ. Виктория Пушкила-Отта, Иваржи Пицкис, РУС, ЛСМ.